ПЕСНЯ В веселых состязаниях приняли участие 24 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 6 взрослых, имеющих инвалидность, из Городского совета ветеранов. Поддержать конкурсантов пришли представители Иоанна Притеченского соборного храма и руководители благотворительных учреждений. Здесь сегодня собрались люди с сильным духом, целеустремленные, ловкие, смелые, отчаянные. Сегодняшний день – это день дружбы, уважения и поддержки. Я всем желаю успехов, спортивных побед и удачи всех. Для трех команд «Морозка», «Ветерок» и «Снежинка» ведущие подготовили несколько необычных эстафет. Их названия говорили сами за себя. Слалом, эх, прокачу, мяч в корзину, погрузка арбузов. Шуточные и забавные полосы препятствий, преодолеть которые дети могли, не прилагая серьезных физических усилий. Несмотря на это, участники по-настоящему заразились соревновательным духом и стремились к победе изо всех сил. В перерывах между эстафетами для конкурсантов выступали детские творческие коллективы и сольные исполнители. Динамичные музыкальные номера поднимали настроение участникам и их боевой дух. На последнем конкурсном этапе под названием «Лихачи» дети и взрослые поочередно должны были проехать дистанцию, сидя на скейте. Под веселую музыку конкурсанты с нескрываемым удовольствием катались на досках. А в это время на втором этаже спортзала за ребят болели их родные и близкие. Словно и сами участвуя в серьезных спортивных соревнованиях, мама и папа волновались и переживали за своих деток. Я пришла поболеть за свою дочку Катерину Куликову и хотела сказать спасибо всем организаторам за такой праздник, который детям устроили. У них глаза горят от счастья. Они довольны и потом еще много времени об этом вспоминают и ждут следующей встречи. По словам организаторов праздника, основной их целью было прежде всего поднять настроение детям-инвалидам, приободрить их. Кроме того, подобные соревнования сплачивают ребят, учат их работать в команде. Даже студенты, обучающиеся в колледже, не остались равнодушными. Еще до начала соревнований они закрепились по двое за каждым участником. Встречали их, помогали подготовиться к игре, подсказывали и поддерживали на этапах. И просто общались с детьми по-дружески. Спасибо Майру, что он мне помогал во всех конкурсах. Спасибо большое. Было очень весело. Эмоций вообще так много, даже все переполняет. Я смогла встретиться с друзьями. С хорошими друзьями могла встретиться, с которыми даже летом не могла увидеться. Спасибо им большое, что устроили такие соревнования. В завершении игры все участники получили грамоты в нескольких номинациях, подарки и сладкие призы. Но самыми ценными для ребят останутся воспоминания о веселом спортивном празднике с вдохновляющим названием «Вместе мы сможем больше». Хотелось бы, конечно, выразить слова благодарности тем предпринимателям и тем организациям, которые откликнулись, предоставили подарки, сладкие призы, воду, сертификаты на бесплатный игровой комплекс. Огромное спасибо, потому что детей нужно поддерживать. Мы вам благодарны.